Здравствуйте, уважаемые студенты! Данная лекция посвящена научным основам гигиенического нормирования факторов окружающей среды. В начале цитата нашего отечественного известного ученого, положившего основы развитию отечественной промышленной токсикологии Николаю Сергеевичу Правкину. Он говорил, что научная сила токсикологии заключается в единой триаде клиники, гигиены и связующего их токсикологического эксперимента. Правдинам принадлежит приоритет в обосновании ряда ключевых понятий общей и промышленной токсикологии, и в частности такие понятия, как порог вредного действия, предельно допустимая концентрация, токсикометрия, зоны токсического действия были определены им. Но иногда, естественно, совместная работа с некоторыми иными исследователями. Правдинам принадлежит первое отечественное руководство по промышленной токсикологии еще в 1934 году, в котором он сформулировал основные задачи промышленной токсикологии. Им была написана методика малой токсикологии промышленных ядов. В этой монографии изложены принципы и методы токсикологической оценки новых химических веществ, впервые внедряемых в производство. Ну, вы уже знаете, что к факторам окружающей среды относятся и химические, допустим, известный на настоящий момент, более 10 миллионов химических веществ, которые должны пройти гигиенической норме. Физические факторы – это механические колебания, шум, ультразвук, инфразвук, вибрация, биологические факторы или биоты – это микроорганизмы, грибы, токсины и так далее, социальные факторы, допустим, информация. Основные пути предупреждения воздействия факторов окружающей среды на здоровье человека – это может быть полный запрет производства и применения, либо запрет контакта человека с данным фактором, запрет выбросов и сбросов химических веществ в окружающую среду, замена опасных факторов на менее опасные или ограничение воздействия. Чем и занимается гигиеническое нормирование. Итак, гигиеническое нормирование – это установление законодательного порядка, обязательных для выполнения безвредных, то есть безопасных для человека, уровней воздействия вредных факторов окружающей среды. Гигиенический норматив – это строгий диапазон параметров факторов среды, оптимальный и безвредный для сохранения нормальной жизнедеятельности и здоровья человека, а также популяции в целом и будущих поколений. Санитарные правила, нормы, гигиенические нормативы – это нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности и безвредности для человека, факторов среды и его жизнедеятельности. Санитарные правила обязательны для соблюдения всеми государственными органами, общественными объединениями, предприятиями, иными хозяйственными субъектами, организациями, учреждениями, независимо от их подчиненности и форм собственности, а также должностными лицами и гражданами. Существуют нормативные документы гигиенические, самые разнообразные, мы уже с вами начали знакомиться с ними еще в прошлом семестре и продолжим в этом. Ну а также в зависимости от выбранной вами специальности вы будете изучать конкретные нормативные документы и работать с ними уже в своей профессиональной деятельности. Гигиенические нормативы для химических веществ устанавливаются в виде предельно допустимых концентраций или ПДК. Для физических факторов устанавливаются в виде допустимых уровней воздействия или ПДО, предельно допустимые уровни. Просто, правильно, правильно. Контроль содержания вредных химических веществ в окружающей среде, создать режиму контроля содержания вредных химических веществ в окружающей среде, то есть осуществлять их на форекс в окружающей среде. Для химических веществ устанавливаются в атмосферном воздухе в окружающей среде, причем несколько видов ПДК, это максимально разовые и веществ в окружающей среде. Для предельно допустимых веществ в окружающей среде. А также устанавливаются в воде водоемов, почве, филепродукты, вещества, нормируются в виде ток, аббревиатура, это допустимые остаточные количества. Допустим, пестициды нормируются в виде допустимых остаточных количеств. Ну и в каких единицах нормируются вредные вещества? ПДК для воды устанавливается в миллиграммах на литр или же на один дециметр кубический, что одно и то же, для воздуха в миллиграммах на один кубический метр воздуха, для пищевых продуктов в миллиграммах на один килограмм массы продукта, а также устанавливаются предельно допустимые уровни воздействия физических факторов. Но в ряде случаев мы можем говорить об оптимальных и допустимых параметрах, допустим, для микроклимата. И мы будем с вами заниматься этим на занятиях. Это температура, влажность, скорость движения воздуха могут быть как оптимальными, так и допустимыми. И существуют нормы физиологических потребностей в белках, жирах, углеводах, минеральных веществах, витаминах. Предельно допустимая концентрация. Что это такое? ПДК химического соединения в окружающей среде это такая концентрация, при воздействии которой на организм человека периодически или в течение всей жизни, прямо или опосредованно через экологические системы, а также через возможный экологический ущерб, не возникает соматических или психических заболеваний, в том числе скрытых или временно компенсированных. Или изменений состояния здоровья, выходящих за пределы приспособительных физиологических реакций, обнаруживаемых современными методами сразу или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Хотелось бы остановиться на принципах гигиенического нормирования. В принципе, их достаточно много, но вот по мере приоритетности. Во-первых, это государственный характер нормативов, обязательность их выполнения всеми органами, организациями и отдельными лицами. Далее, опережение, обоснование норматива по сравнению с моментом внедрения этого фактора. Отсутствие норматива всегда приводит к неконтролируемому и, как правило, скрытому воздействию фактора на организм человека. Примат, то есть приоритет медико-биологических показателей перед технической достижимостью, то есть принцип безвредности нормативов. Четвертый момент это дифференциация биологических ответов. Нормативы устанавливаются для наиболее чувствительных групп населения на уровне защитно-приспособительных реакций, не выходящих за пределы нормы. Очень важный пятый принцип это принцип пороговости. Чуть попозже мы о нем поговорим. Далее, дифференциация нормативов с учетом особенностей конкретного объекта окружающей среды. Это воздух рабочей зоны, почва, атмосферный воздух, воздух помещений или как мы называем его воздух жилых и общественных зданий, вода водоемов, питьевая вода, продукты питания, воздух керметически замкнутых объектов, допустим, барокамеры, подводные лодки, выделение из полимерных материалов и так далее. Далее, учет всех возможных неблагоприятных последствий, то есть принцип учета критерии вредности. Ориентации на наиболее слабое звено, то есть нормирование с учетом лимитирующего признака вредности. Подробнее на этом тоже остановимся. Учет особенностей дозы эффективных зависимостей, обусловленных механизмом действия факторов. Это стахастические или беспороговые и не стахастические или пороговые эффекты. Далее, моделирование воздействия факторов в условиях лабораторного эксперимента, то есть возможность и необходимость экспериментального воспроизводства и в дальнейшем экстраполяция лабораторных данных, полученных на животных, на условия реального воздействия на человека. Следующий момент это единство эксперимента и результатов натурных исследований клинических, гигиенических, аналитических, а также учитывается региональные особенности при гигиеническом нормировании и могут быть установлены региональные нормативы. Следующий момент этапность исследований по гигиеническому нормированию. База имеющихся данных далее следует расчет постановка эксперимента проведения натурных исследований установления ОБОВ, ПДК и в дальнейшем клиника гигиенической корректировка. Далее агровация условий воздействия, то есть ориентация на более опасный вариант экспозиции. Кроме этого системность, комплексность нормативов. Учитывается возможность одновременного действия разных факторов и об этом мы тоже поговорим. Это именно комплексные сочетанные комбинированные действия. Допустим комплексного поступления химического вещества в организм разными путями из окружающей среды и установление максимально допустимой нагрузки аббревиатуры НДН. Следующий момент экологичность нормативов, то есть эколого- гигиеническое нормирование. Ну и относительность нормативов как отражение сегодняшнего уровня развития фундаментальной медицины, то есть вероятностный характер нормативов при развитии каких-то методов исследования могут быть скорректированы гигиенические нормативы. Теоретически каждые 5 лет должны пересматриваться в определенной допустимой концентрации. Принципы расчетных и ускоренных методов прогнозирования величин гигиенических нормативов в различных средах. Во-первых, это актуальность. Быстро еще на стадии проектирования. рассчитываются гигиенические нормативы на основе физико-химической структуры вещества по данным краткосрочных опытов либо по аналогии с веществами данного ряда уже изученными. Допустим, АБОВ и ПТК могут быть установлены по аналогии для уже изученных веществ. Обоснование АБОВ. Что такое АБОВ? Ориентировочные безопасные уровни воздействия. Аббревиатура АБОВ. Это временный ориентировочный гигиенический норматив в содержании вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных, мест воде водоемов, продуктах питания. Обосновывается путем расчета по параметрам токсикометрии и физико-химических свойств на основе корреляционно-регрессионной зависимости. Или путем интерполяции или экстраполяции в рядах близких по строению соединений. Утверждаются обычно на 2-3 года, после чего либо заменяются на ПДК, который параллельно начинает разрабатываться, или переутверждаются на новый срок, или отменяются в зависимости от перспективы применения вещества, а также имеющиеся информации о его токсических свойствах. Что же касается обоснования ПДК, то разработка приурачивается к периоду полузаводских испытаний и проектирования промышленного производства, то есть еще до полного внедрения. токсикологическому исследованию в полном объеме подвергаются во-первых, вещества, подлежащие широкому внедрению в практику, то есть при контакте с ними не менее 30 человек. Далее вещества, которые относятся к неизученным или малоизученным классам соединений, а также вещества, опасные в плане отдаленных эффектов. О них мы тоже поговорим. Преимущества обувь ориентировочный уровень над ПТК. Во-первых, быстро. На этапе проектирования уже можно сориентироваться по концентрациям. Естественно, дешевле. Расчетные методы на основе краткосрочных опытов и физико-химической структуры, но имеют существенный недостаток. Они не слишком точны. Но кроме этого, естественный генический эксперимент дает недостаточные информации и ограниченные возможности. Схема гигиенического нормирования и содержания химических веществ в объектах окружающей среды. Первый этап это аналитический. Второй этап токсикологические исследования. Третий этап специальные исследования, но в зависимости от объекта окружающей среды. Четвертый этап проведения натурных клиникогигиенических и эпидемиологических исследований. Пятый этап анализ данных о токсичности и опасности вещества и результатах натурных исследований. Шестой этап принятие решения о стратегии профилактики. И это может быть запрет производства применения, либо запрет поступления в окружающую среду и контакта с работающими, или ограничение воздействия. Ну а ограничение воздействия, как мы уже сказали, это установление ОБУФ или ОДУ аббревиатура ориентировочные допустимые уровни для физических веществ, либо установление ПДК. И проводится предупредительный санитарно-эпидемиологический надзор на этапах проектирования и строительства объектов, контроль качества окружающей среды, анализ санитарно-эпидемиологической ситуации и прогнозирование риска развития заболеваний, разработка мероприятий по управлению качеством окружающей среды и охране здоровья. Этапы гигиенического нормирования. Определяющими принципами нормирования являются принципы пороговости и этапности. Итак, уже сказали, что первый этап это аналитический. Собирается первичная информация, анализируется о конкретном веществе и его аналогах по данным изучения литературы, патентному поиску, использованию компьютерной базы данных и так далее. Включает в себя оценку физико-химических свойств вещества, данных о структуре данного вещества, температуре плавления, точки кипения, растворимости в воде и других растворителях и так далее. Следующим этапом гигиенического нормирования будет проведение токсикологических исследований. Оцениваются параметры токсикометрии. Это ориентировочная оценка в краткосрочных опытах альтернативных показателей LD50, LD100, LD0. Что это такое? Это доза леталис, то есть когда погибает в ходе эксперимента при определенной концентрации 50-100% животных и концентрации, при которых нет гибели животных. Устанавливается порог острого действия. И далее эти параметры токсичности используются в расчетных методах. Третий этап обоснования временных гигиенических нормативов ОБОВ и ОДОВ на основании краткосрочных опытов, расчетных методов и аналогии по химической структуре. Далее этапом гигиенического нормирования будет проведение натурных и гемологических исследований, а также проведение развернутого эксперимента. Это может быть как естественный гигиенический эксперимент, так и проведение токсикологического эксперимента, подбор тестов, определение аккумуляции. Этапом гигиенического нормирования будет подготовка и проведение хронического эксперимента. Но естественно эксперименты проводятся на лабораторных животных, имеет значение выбор животных, выбор специфических и неспецифических методов оценки состояния организмов подопытных животных, проведение функциональных нагрузок, определение отдаленных эффектов, определение порога хронического действия, определение коэффициента запаса. На основании этого рассчитываются постоянные гигиенические нормативы, если обувь это был временный норматив и АДУ, то далее ПДК, ПДУ и МНТ, то есть максимально недействующая доза. Проводятся эти расчеты на основании данных хронического эксперимента. Важнейшим принципом гигиенического нормирования является изучение порогового характера действия нормированного фактора. По пороговому уровню воздействия в хроническом эксперименте определяется наименьшая концентрация, которая вызывает сдвиги в организме лабораторного животного. По результатам хронического санитарно-токсикологического эксперимента для веществ, прежде всего обладающих выраженным токсическим действием, устанавливается предельно допустимая концентрация. Итак, говорили, что принцип пороговости это один из ведущих. Что это такое? Пороговая модель для неканцерогенных веществ предполагает наличие порога, ну, то есть какой-то концентрации, ниже которого изучаемый фактор практически не действует. Порог вредного действия это такая минимальная концентрация вредного вещества в объекте окружающей среды или доза, попавшей в организм, при воздействии которой в организме при конкретных условиях поступления вещества возникают изменения, выходящие за пределы физиологических приспособительных реакций или возникает скрытая, то есть временно компенсированная патология. Это концентрация пороговая. Ну, вот так приблизительно выглядит график зависимости дозы тире эффект, как в зависимости от дозы изменяются проявления, то есть возникают какие-то эффекты в организме в первую очередь лабораторных животных для веществ с общетоксическим неканцерогенным действием. Мы видим, что существует какая-то концентрация, при увеличении далее возникают какие-то изменения в организме. Это может быть гепатотоксическое действие или эмбриотоксическое, то есть воздействие на плод, или исследуется летальность животных при каких-то концентрациях. То есть есть какая-то концентрация пороговая и дальше увеличиваются эффекты. Ну вот как один из примеров принципа пороговости к гигиеническому нормированию, если вы помните, в прошлом семестре мы изучали влияние афторидов, которые поступают с питьевой водой. И помните, что плохо, когда афторидов поступает мало и плохо, когда их много. То есть будут изменения в организме при очень низкой и при очень высокой концентрации. Ну вот здесь указана нижняя зона неблагоприятного действия меньше 0,5 мг на литр афторидов, если поступает, то возникает кариес у людей. Причем мы говорили, что допустим в северных регионах 95% населения имеют кариес, так как концентрация афторидов в воде меньше чем 0,3 даже мг на литр. Существует также верхняя зона или скажем так порог вредного действия, когда концентрация афторидов достаточно высокая, больше чем 1,5 мг на литр и возникает такое заболевание, как флюороз. Ну а между этими концентрациями располагается зона благоприятного действия. Афториды необходимы для профилактики в чем-то числе кариеса, ПДК для воды, если помнить, 1 мг на литр. По пороговым концентрациям определяется лимитирующий признак вредности, то есть устанавливается та наименьшая концентрация, в которой прежде всего проявляется действие вредного химического вещества, либо на органолептические свойства воды, либо на санитарный режим водоема, либо при оценке токсических свойств. То есть оцениваются все эти воздействия на воду, водоем и так далее, но выбирается наименьшая концентрация среди всех найденных. По лимитирующему признаку вредности, с учетом наименьшей пороговой концентрации устанавливается предельно допустимая концентрация вещества, но в данном случае в водных объектах. А вот так выглядит график зависимости доза эффект для веществ с канцерогенной активностью. То есть беспороговая зависимость, нет порога для веществ с канцерогенной активностью, оценивает канцерогенные эффекты по беспороговому принципу. Это значит, что любые, даже самые малые концентрации могут приводить к злокачественному перерождению клеток. То есть мы видим чуть выше нуля и пошли уже эффекты. Порогов как такового нет. Далее исследуются показатели токсичности химических веществ, такие как зона острого действия, мы видим здесь учитывается концентрация летальная 50% животных к порогу острого действия, ну и так далее. Зона хронического действия, зона биологического действия, все это на основании данных хронических опытов. Производится расчет. Вредные вещества в зависимости от характера действия классифицируются следующим образом. Вещества, оказывающие общетоксическое действие, причем это двух видов, либо политропная, то есть на различные органы системы, либо избирательная. Это может быть нейротоксическое, преимущественное поражение нервной системы, гипототоксическое, кардиотоксическое, нефротоксическое, остеотропное. Кроме этого могут быть вещества, обладающие раздражающим действием, сенсибилизирующим действием, преимущественно фиброгенным действием. Кроме того, вещества некоторые способны вызывать отдаленные эффекты, а именно обладать мутагенным действием, канцерогенным действием, гонадотоксическим, эмбриотоксическим, тератогенным и воздействием на сердечно-сосудистую систему. Как осуществляется постановка токсикологического эксперимента при гигиенических исследованиях? Обладающих этим действием. И выявляется действие либо резорктивного, либо раздражающего, либо сенсибилизирующего. Какие методы изучения функционального состояния организма используются в токсикологическом эксперименте? Они могут быть в нескольких типах. Без функциональных нагрузок и с функциональными нагрузками. То есть после проведения затравки животных, либо смотрятся изменением их состояния, реакции и так далее, либо еще подвергают дополнительно функциональным нагрузкам. Например, плавание, удерживание на каком-то шесте и так далее. Исследуются различные показатели состояния организма животных. Интегральные. Определяется динамика веса тела, потребление кислорода, сформационно-пороковый показатель. Оценивается поведение животных. Допустим, животные очень возбуждены под воздействием данного вещества. Или наоборот происходит угнетение нервной системы. Они вялые, малоподвижные и так далее. Кроме этого, используются физиологические показатели. Оцениваются условные рефлексы, либо достаточно часто используются метод открытого поля, удержание на стержне и так далее. Кроме этого, проводятся биохимические исследования. Оценивается, допустим, в крови активность ферментов, АТФ, содержание сахара, содержание гистамина и так далее. Генетологические показатели. Количество ретроцитов, гемоглобина, ликоцитарные формы, ратиклоцитоз и так далее. Но, естественно, сравниваются все эти нормативы с теми нормативами, которые присущи конкретному виду животных. Далее, патогенетические. Это могут быть патоморфологические, электронно-микроскопические, метод меченых атомов. Но это достаточно сложное исследование и проводится не всегда. Кроме этого, происходит изучение отдаленных последствий, в том числе канцерогенные действия. А также проводятся специальные методы исследования или аллергические пробы. Виды животных, которые используются в токсикологическом эксперименте. В острых опытах чаще используются белые мыши, белые крысы, морские свинки и кролики. Но морские свинки для кожно-резорктивного действия чаще всего используются, обладают повышенной чувствительностью. Допустим, вы, может быть, слышали, что препарат прошел драматологический контроль или атомологический контроль. Обычно это вот используются кролики. В подострых опытах чаще используются белые крысы и морские свинки. В хронических опытах используются белые крысы и выбор животных для хронического опыта осуществляется с учетом уровня их организации, удобства изучения, типа питания, экономических факторов. Способы затравки животных используются в токсикологическом эксперименте. Это не парантеральная, то есть пероральная, может быть, с пищей или с водой внутри, желудочная, ингаляционная, интератрахиальная. И может использоваться парантеральная затравка, это накожная, внутрибрюшинная и внутрикожная. В острых опытах используется одномоментная, однократная затравка, в подострых повторные затравки животных, а в хронических опытах длительные. Сроки эксперимента в промышленной токсикологии это 4-5 месяцев. В токсикологии атмосферных загрязнений 3-4 месяца при круглосуточном воздействии. В токсикологии загрязнений водоемов это от полугода до 8 месяцев, а в пищевой токсикологии 12 месяцев и более. То есть очень длительные сроки проведения опытов. Но все это проводится не абы как, существуют специальные нормативы по содержанию, разведению животных, использованию их эксперименте. Все должно быть унифицировано. В продолжительности цели токсикологического эксперимента в остром опыте, как я уже сказала, однократное введение за 1 сутки определяют смертельные дозы, среднее время гибели, порог острого действия химических веществ. В подостром опыте, который длится от 2 до 8 недель, определяют кумуляцию аллергической действия, влияние на репродуктивную функцию определенных веществ. Субхронические до 13-18 недель определяют пороговую дозу общетоксического действия при установлении ПДК веществ в воздухе. В хроническом эксперименте более длительно, до 1 года, определяют пороговую дозу общетоксического действия при установлении ПДК веществ в воде и пище. Иногда может быть проведение пожизненного опыта, оно имеется в виду до естественной гибели животных, с 1 года и более, определяют пороговую дозу общетоксического действия химических веществ. Могут определять отдаленные последствия, допустим, в действии на плод, как изменяются, какие морфофункциональные изменения возможны. Но многострадальным животным, только вот в Институте цитологии генетики Сибирского отделения РАН был поставлен памятник. В общем-то, конечно, животным безусловно жалко, но это лучше, чем проводить опыты на людях. Нормирование химических веществ в воздухе рабочей зоны. Особенности. Существует два вида ПДК. Это максимально разовые для всех веществ, используемых для контроля воздуха рабочей зоны. Отбор проб воздуха в течение 15 минут. Среднесменное ПДК устанавливается для кумулятивных веществ. Используется для контроля биологического действия на организм за 75% рабочего времени. Какие профилактические мероприятия возможны в отношении вредных веществ в воздухе рабочей зоны? В первую очередь, это, конечно, геническая регламентация, запрещение использования, замена ядовитых веществ, разработка ГОСТов, АБУФ, ПДК, стандартизация сырья и продуктов. Технические мероприятия. Это рационализация технологического процесса, совершенствование оборудования. Санитарно-технические мероприятия, планировка помещений промышленных, вентиляция, использование средств индивидуальной защиты, обязательный инструктаж. И проведение лечебно-профилактических мероприятий, это профилактические медицинские осмотры, профилактическое питание. Вот в своих задачах, которые вам будут предложены на занятиях, вы, пожалуйста, ориентируйтесь на вот эти вот группы мероприятий, предлагая какие-то конкретные меры для улучшения качества окружающей среды. Нормирование химических веществ в атмосферном воздухе. Устанавливаются максимально разовые ПДК за счет рефлекторного воздействия в течение 20-30 минут. И среднесуточные ПДК по лимитирующему показателю. Он может быть органно-эклиптический, общесанитарный или токсикологический при резорктивном действии. Нормирование химических веществ в атмосферном воздухе имеет ряд особенностей. Учитывается контингент. Дети, старики, больные. То есть атмосферным воздухом дышат все. Без пола, возраста, независимо точнее их профессии. Если для промышленных предприятий конкретный контингент, лица трудоспособного возраста относительно здоровые, то для атмосферного учитываются и наиболее подверженные контингенты. Кроме этого, круглосуточные воздействия на население. Концентрация веществ в организме учитывается также. Хронический опыт проводится 3 до 4 месяцев. Из-за ПДК принимается максимально недействующая доза. Нормирование химических веществ в воде водоемов. Особенности. Учет характера водопользования. Проводятся натурные эпидемиологические исследования. В основе лежит лимитирующий показатель. Либо воздействие на общесанитарный режим, либо на органолептику, то есть какой-то привкус, запах, окраска, которая придается воде конкретными веществами. Учитывается санитарно-токсикологический признак вредности. Устанавливается максимально недействующая доза. КАЗ – это коэффициент запаса, который используется при расчетах. Он равен единице для неканцерогенных веществ, а для канцерогенных веществ – 100. Нормирование химических веществ в продуктах питания. Два вида нормирования. Во-первых, это оценка полноценности, адекватности и сбалансированности продуктов питания, особенно новых видов разработанных продуктов. И второй путь – это установление ПТК химических веществ в продуктах питания с учетом лимитирующего показателя. Опять же, влияние на органолептику, на полноценность продукта, санитарно-токсикологический показатель, когда учитываются в том числе отдаленные последствия. КАЗ – это коэффициент запаса, как вы видите, достаточно большой. Это от 30 до 100. И для канцерогенов принимается за 100. Геническое нормирование веществ в почве. ПТК устанавливается для токсичных веществ, например, для пестицидов, опять же, по лимитирующему показателю. Это либо миграционный водный. И ПТК принимается как для воды водоемов. То есть, сколько вредного вещества может из почвы перейти в воду, в какой-то водоем. Далее, миграционный и воздушный. Вредное вещество способно мигрировать из почвы в воздух, и учитывается тогда ПТК как для атмосферного воздуха. Есть такой показатель, как транслокационный. То есть, из почвы вредные вещества могут переходить в продукты питания. И тогда должна быть ПТК для конкретного вещества в почве, так же, как для продуктов питания. И четвертое направление – это влияние на общий санитарный показатель почвы. Гигиеническое нормирование физических факторов. К физическим факторам это могут относиться механические колебания, шум, вибрации, ультразвук, инфразвук. И нормирование энергии колебаний с учетом частотного спектра. Далее, это электромагнитные колебания высокой частоты, ультравысокой частоты, сверхвысокой частоты. Осуществляется дозовый подход с учетом времени воздействия. Могут быть рекоментированы ионизирующие излучения, альфа, бета, гамма, нейтроны и так далее. На основе концепции приемлемого риска с учетом принципа беспороговости, о котором мы говорили, на основании стахастических эффектов. Ну, разрабатываются различные руководства и так далее. Если я не успею сейчас до перерыва, но мы на этом лекцию закончим, то вы можете самостоятельно обратиться к лекции, которая будет вывешена в портале, то есть она уже там есть, в виде презентации, и самостоятельно тогда, там до конца останется не очень много материала, посмотреть оценка комбинированного, комплексного и сочетного действия. То, что я вам успею, сейчас расскажу, остальное вы сами посмотрите. Итак, комплексные действия. Это воздействие на организм одного и того же вредного фактора из разных средств. То есть поступают различным путем в условиях производства или вне его. Например, поступление лекарств различными путями. Накожный, ингаляционный, пероральный, инокожный и так далее. В связи с нарастающим выгрязнением окружающей среды, значение комплексного пути поступления ядов наклонно возрастает. Комбинированное действие. Это действие одновременное или последовательное на организм однородных, то есть либо физических, либо химических вредных факторов при одном и том же состоянии.